Николай Гоголь, самый необычный поэт и прозаик, каких когда-либо рождала Россия, умер в Москве в четверг около 8 часов утра 4 марта 1852 года. Он не дожил до 43 лет, однако, если вспомнить, какая до смешного короткая жизнь была уделом других великих русских писателей того поразительного поколения, это был весьма зрелый возраст. Крайнее физическое истощение в результате голодовки, которую он объявил в припадке черной меланхолии, желая побороть дьявола, вызвало острейшую анемию мозга, вместе, по-видимому, с гастроэнтеритом, а лечение, которое ему подвергли мощные слабительные кровопускания, ускорило смертельный исход. Организм больного был и без того подорван малярией и недоеданием. Парочка чертовски энергичных врачей, которые прилежно его лечили, словно он был просто помешанным, несмотря на тревогу более умных, но менее деятельных коллег, пыталась добиться перелома в душевной болезни пациента, не заботясь о том, чтобы укрепить его ослабленный организм. Лет за 15 до этого медики лечили Пушкина, раненого в живот, как ребенка, страдающего запорами. В ту пору еще верховодили посредственные немецкие и французские лекари, а замечательная школа великих русских медиков только зачиналась. Ученые мужи, толпящиеся вокруг мнимого больного со своей кухонной латынию и гигантскими клистирами, перестают смешить, когда Мольер вдруг выхаркивает предсмертную кровь на сцене. С ужасом читаешь, до чего нелепо и жестоко обходились лекари с жалким, бессильным телом Гоголя, хоть он молил только об одном, чтобы его оставили в покое. С полным непониманием симптомов болезни и явно предвосхищая методы Шарко, доктор Овер погружал больного в теплую ванну, там ему поливали голову холодной водой, после чего укладывали в постель, прилепив к носу полдюжины пиявок. Больной стонал, плакал и беспомощно сопротивлялся, когда его иссохшее тело, можно было через живот прощупать позвоночник, тащили в глубокую деревянную бадью. Он дрожал, лежа голый в кровати и просил, чтобы сняли пиявок, они свисали у него с носа и попадали в рот. — Снимите и поднимите, — стонал он, — судорожи носились их смахнуть так, что за руки его пришлось держать здоровенному помощнику тучного доктора. И хоть картина эта неприглядна и бьет на жалость, что мне всегда претило, я вынужден ее описать, чтобы вы почувствовали до странности телесный характер его гения. Живот — предмет обожания в его рассказах, а нос — герой-любовник. Желудок всегда был самым знатным внутренним органом писателя, но теперь от этого желудка, в сущности, ничего не осталось, а с ноздрей свисали черви. За несколько месяцев перед смертью он так измучил себя голодом, что желудок напрочь потерял вместительность, которой прежде славился, ибо никто не всасывал столько макарон и не съедал столько вареников с вишнями, сколько этот худой малорослый человек. Его большой и острый нос был так длинен и подвижен, что в молодости, изображая в качестве любителя нечто вроде человека-змеи, он умел пренеприятно доставать его кончиком нижнюю губу. Нос был самой чуткой и приметной чертой его внешности. Он был таким длинным и острым, что умел самостоятельно, без помощи пальцев, проникать в любую, даже самую маленькую табакерку, если, конечно, щелчком не отваживали незваного гостя, о чем Гоголь игриво сообщал в письме одной молодой даме. Дальше мы увидим, как нос литматимом проходит через его сочинения. Трудно найти другого писателя, который с таким смаком описывал бы запахи, чихания и храп. То один, то другой герои появляются на сцене, так сказать, везя свой нос в тачке или гордо въезжая с ним, как незнакомец из повести Слакенбергия и Устерна. Нюхание табака превращается в целую оргию. Знакомство с Читиковым в мертвых душах сопровождается трубным глазом, который он издает, сморкаясь. Из носов течет, носы дергаются, с носами любовно или неучтиво обращаются, пьяный пытается отпилить другому нос, обитатели Луны, как обнаруживают сумасшедшие, носы. Обостренное ощущение носа, в конце концов, вылилось в повесть нос. Поистине гимн этому органу. Фрейдист мог бы утверждать, что в вывернутом наизнанку мире Гоголя человеческие существа поставлены вверх ногами. В 1841 году Гоголь хладнокровно заверял, будто консилиум парижских врачей установил, что его желудок лежит вверх ногами. И поэтому роль носа, очевидно, выполняет другой орган. Ну и наоборот. Его фантазия ли сотворила нос, или нос разбудил фантазию, это не имеет значения. Я считаю разумнее забыть о том, что чрезмерный интерес Гоголя к носу мог быть вызван ненормальной длиной собственного носа и рассматривать обонятельные склонности Гоголя и даже его собственный нос как литературный прием, свойственный грубому карнавальному юмору вообще и русским шуткам по поводу носа в частности. Носы нас и веселят, и печалят. Знаменитый гимн носу в Сираноде Бержераке, Растана, ничто по сравнению с сотнями русских пословиц, поговорок по поводу носа. Мы вешаем его в унынии, задираем от успеха, советуем при плохой памяти сделать на нем зарубку. Его вам утирает победитель. Его используют как меру времени, говоря о каком-нибудь грядущем или более-менее опасном событии. Мы чаще, чем любой другой народ, говорим, что водим кого-то за нос или кого-то с ним оставляем. Сонный человек клюет им, вместо того, чтобы кивать головой. Большой нос, говорят, через Волгу мост или сто лет рос. В носу свербит к радостной вести, а ежели на кончике вскочит прыщ, то значит пить вино. Писатель, который мельком сообщит, что кому-то муха села на нос, почитается в России юмористом. В ранних сочинениях Гоголь, не раздумывая, пользовался этим немудремым приемом, но в более зрелые годы сообщал ему особый оттенок, свойственный его причудливому гению. Надо иметь в виду, что нос как таковой с самого начала казался ему чем-то комическим, как, впрочем, любому русскому, чем-то отдельным, чем-то не совсем присущим его обладателю, и в то же время, тут мне приходится сделать уступку фрейдистам, чем-то сугубо, хотя и безобразно мужественным. Обидно читать, как, описывая хорошенькую девушку, Гоголь хвалит ее за плавность черт гладкого, как яйцо лица. Надо признать, что длинный и чувствительный нос Гоголя открыл в литературе новые запахи и вызвал новые острые переживания. Как сказано в русской пословице, тому виднее, у кого нос длиннее, а Гоголь видел ноздрями. Орган, который в его юношеских сочинениях был всего-навсего карнавальной принадлежностью, взятый на прокат из дешевой лавочки готового платья, именуемой фольклором, стал в рассвете его гения самым лучшим его союзником. Когда он погубил этот гений, пытаясь стать проповедником, он потерял и свой нос, так же, как его потерял майор Ковалев. Вот почему есть что-то до ужаса символическое в пронзительной сцене, когда умирающий тщетно пытался скинуть чудовищные черные гроздья пиявок, присосавшихся к его ноздрям. Мы можем вообразить, что он чувствовал, если вспомним, что всю его жизнь его донимало отвращение ко всему слизистому, ползучему и увертливому. Причем это отвращение имело даже религиозную подоплеку, ведь до сих пор еще не составлено научное описание разновидностей черта, нет географии его расселения, здесь можно было бы лишь кратко перечислить русские породы. Недоразвитость бихляющая ипостась нечистого, с которой в основном общался Гоголь, это для всякого прядочного русского тщедушный инородец, трясущийся и хилый бисенок с жабей кровью, на тощих немецких, польских или французских ножках рыскающий мелкий подлец, невыразимо гаденький. Раздавить его и тошно, и сладостно, но его извивающаяся черная плоть до того гнусна, что никакая сила на свете не заставит сделать это голыми руками, а доберешься до него каким-нибудь орудием, тебя так и передернет это мерзение. Выгнутая спина худой черной кошки, безвредная рептилия с пурсирующим горлом, или опять же хилые конечности и бегающие глазки мелкого жулика, раз тщедушный, то наверняка жулик, невыносимо раздражали Гоголя из-за сходства с чертом. А то, что его дьявол был из породы мелких чертей, которые чудятся русским пьяницам, снижает пафос того религиозного подъема, который он приписывал себе и другим. На свете есть множество диковинных, но вполне безвредных башков с чешуей, когтями и даже раздвоенными копытцами, но Гоголь никогда этого не признавал. В детстве он задушил и закопал в землю голодную, пугливую кошку не потому, что был от природы жесток, а потому, что мягкая вертлявость бедного животного вызывала у него тошноту. Как-то вечером он рассказывал Пушкину, что самое забавное зрелище, какое ему пришлось видеть, это судорожные скачки кота по раскаленной крыше горящего дома. И верно, не даром, ведь дьявола, пляшущего от боли посреди той стихии, в которой он привык мучить человеческие души, казался боявшему Ада Гоголь на редкость гомическим парадоксом. Когда он рвал розы в саду у Аксакова и его руки коснулась холодная черная гусеница, он с фоплем кинулся в дом. В Швейцарии он провел целый день, убивая ящериц, выползавших на солнечные горные тропки. Трость, которой он для этого пользовался, можно разглядеть на геротипе снятом времени в 1845 году. Весьма элегантная вещица. На этом снимке он изображен в три четверти и держит в тонких пальцах правой руки изящную трость костяным набалдашником, словно трость пища перо. Длинные, но аккуратно приглаженные волосы с левой стороны разделены пробором. Неприятный рот украшен тонкими усиками. Нос большой и острый соответствует прочим резким чертам лица. Темные тени, вроде тех, что окружают глаза романтических героев старого кинематографа, придают его взгляду глубокое, несколько затравленное выражение. На нем сюртук с широкими лацканами и фронтовский жилет. И если бы блеклый отпечаток прошлого мог расцвести красками, мы увидели бы бутылочно-зеленый цвет жилета с оранжевыми и пурпурными искрами, мелкими синими глазками. В сущности, он напоминает кожу какого-то заморского присмыкающегося. Его детство было ничем не примечательно. Переболел обычными болезнями, корью с карлатиной. Слабое дитя, дрожащий мышонок с грязными руками и сальными локонами, игноющимся ухом. Он обжирался липкими сладостями, соученики брезгливо дотрагивались до его учебников. Окончив гимназию в Нежине, он поехал в Санкт-Петербург искать место. Приезд в столицу был омрачен сильной простудой, которая усугубилась тем, что Гоголь отморозил нос и тот потерял всякую чувствительность. 350 рублей были сразу же истрачены на новую одежду. Во всяком случае, такую сумму он указывает в одном из почтительных писем матери. Однако, если верить легенде, которыми в более поздние годы Гоголь любил украшать свое прошлое, первое, что он сделал, приехав в столицу, был визит к Пушкину, которым он бурно восхищался, не будучи знаком с великим поэтом. Великий поэт еще не встал с постели и никого не принимал. «Бог ты мой!» воскликнул Гоголь с благоговением и сочувствием. «Верно, всю ночь работал». «Ну уж и работал!» фыркнул лакей Пушкина. «Небось, в карты играл». За этим последовали не слишком настойчивые поиски службы, сопровождаемые просьбами к матери о деньгах. Он привез в Петербург несколько поэм. Одна из них, длинная и туманная, звалась Ганс Кюхельгарден. В другой описывалась Италия. «Италия — роскошная страна. По ней душа истонет, и тоскует. Она вся рай, вся радости полна, и в ней любовь роскошная веснует». Стихи явно принадлежали перу еще веснующегося поэта, однако кое-где попадались прекрасные строчки. Такие, например, как «И путник зреть великое творение, сам пламенный из снежных стран спешит». Или «Луна глядит на мир, задумалась и слышит, как под веслом проговорит волна». В поэме «Ганс Кюхельгарден» рассказывается о несколько байроническом немецком студенте. Она полна причудливых образов, навеянных прилежным чтением кладбищенских немецких повестей. «Подымается протяжно в белом саване мертвец. Кости пыльные он важно оттирает. Молодец». Эти неуместные восклицания объясняются тем, что природная украинская жизнерадостность Гоголя явно взяла верх над немецкой романтикой. Больше ничего о поэме не скажешь, не считая этого обаятельного покойника, она полнейшая беспросветная неудача. Написанная в 1827 году, поэме была опубликована в 1829. Гоголь, которого многие современники обвиняли в том, что он любил допускать на себя таинственность, в данном случае может быть оправдан. Он не зря пугливо выглядывал из-за нелепо придуманного псевдонима, ожидая, что же теперь будет. А было гробовое молчание, за которым последовала короткая, но убийственная отповедь в московском «Телеграфе». Гоголь со своим верным слугой кинулись в книжные лавки, скупили все экземпляры гонца и сожгли их. И вот литературная карьера Гоголя началась так же, как и окончилась лет 20 спустя, а у Тедафе, причем в обоих случаях ему помогал покорный, ничем не разумеющий, крепостной. Что восхищало Гоголя в Петербурге? Многочисленные вывески. А еще что? То, что прохожие сами с собой разговаривают и непременно жестикулируют на ходу. Читателям, которые любят такого рода сопоставления, интересно заметить, как щедро использована тема вывесок в его позднейших сочинениях, а бормочущие прохожие отозвались в образе Акаки Акакевича и Шинель. Подобные параллели довольно поверхностны и, пожалуй, неверны. Внешные впечатления не создают хороших писателей. Хорошие писатели сами выдумывают их в молодости, а потом используют так, будто они и в самом деле существовали. Петербургские вывески конца 20-х годов были нарисованы и многократно воспроизведены самим Гоголем в его письме, чтобы показать матери, а может и собственному воображению, символический образ столицы в противовес провинциальным городам, которые мать знала, где вывески, кстати, были ничуть не менее выразительными. Те же синие сапоги, крест-накрест положенные штуки сукна, золотые крендели и другие еще более изысканные эмблемы, которые описаны Гоголем в начале «Мертвых душ». Символизм Гоголя имел физиологический оттенок, в данном случае зрительный. Бормотание прохожих тоже было символом, в данном случае слуховым, которым он хотел передать воспаленное одиночество бедняка в благополучной толпе. Гоголь и больше никто разговаривал с собой на ходу, но этому монологу вторили на разные голоса призрачные детища его воображения. Пропущенный сквозь восприятие Гоголя Петербург приобрел ту странность, которую приписывали ему почти столетия. Он утратил ее, перестав быть столицей империи. Главный город России был выстроен гениальным деспотом на болоте и на костях рабов, гниющих в этом болоте. Тут-то и корень его странности, и его изначальный порог. Нева, затопляющая город, это уже нечто вроде мифологического возмездия, как описал Пушкин. Болотные духи постоянно пытаются вернуть то, что им принадлежит. Ведение их схватки с Медным царем свело с ума первого из маленьких людей русской литературы, героя Медного всадника. Пушкин чувствовал какой-то изъян в Петербурге. Приметил бледно-зеленый отцвет его неба и таинственную мощь Медного царя, вздернувшего коня на зябком фоне пустынных проспектов и площадей. Но странность этого города была по-настоящему понята и передана, когда по Невскому проспекту прошел такой человек, как Гоголь. Рассказ о заглавленной именем проспекта выявил эту причудливость с такой незабываемой силой, что и стихи Блока, и роман Белого Петербург, написанные на заре нашего века, кажется, лишь полнее открывают город Гоголя, а не создают какой-то новый его образ. Петербург никогда не был настоящей реальностью, но ведь и сам Гоголь, Гоголь-вампир, Гоголь-чрево-овещатель, тоже не был до конца реален. Школьником он с болезненным упорством ходил не по той стороне улицы, по которой шли все, надевал правый башмак на левую ногу, посреди ночи кричал петухом и расставлял мебель своей комнаты в беспорядке, словно заимствованным из алисы в зазеркалье. Не мудрено, чтоб Петербург обнаружил всю свою причудливость, когда по его улицам стал гулять самый причудливый человек во всей России, ибо таков он и есть, Петербург. Сказанное, отражение в зеркале, призрачная неразбериха предметов, используемых не по назначению. Вещи тем, безудержнее несущиеся вспять, чем быстрее они движутся вперед. Бледно-серые ночи вместо положенных черных и черные дни, например, черный день обтрепанного чиновника. Только тут может отвориться дверь особняка, и оттуда запросто выйти свинья. Только тут человек садится в экипаж, но это вовсе не тучный хитроватый задастый мужчина, а ваш нос. Это смысловая подмена, характерная для снов. Освещённое окно дома оказывается дырой в разрушенной стене. Ваша первая, единственная любовь, продажная женщина. Её чистота – миф, а вся ваша жизнь, в свою очередь, тоже миф. Тротуар нёсся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышей вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз. Невский проспект. Вот они, вывески. Двадцатилетний художник попал как раз в тот город, который был нужен для развития его ни на что не похожего дарования. Безработный молодой человек, дрожавший в туманном Петербурге, таком отчаянно холодном и сыром по сравнению с Украиной, с этим рогом изобилия, сыплющим плоды на фоне безоблачной синевы, вряд ли мог чувствовать себя счастливым. И тем не менее, внезапное решение, которое он принял в начале июля 1829 года, так и не объяснено его биографами. Взяв деньги, присланные матерью совсем для другой цели, он вдруг сбежал за границу. Я могу лишь заметить, что после каждой неудачи в его литературной судьбе, а провал его злосчастной поэмы был им воспринят так же болезненно, как позже критический разнос его бессмертной пьесы, он поспешно покидал город, в котором находился. Лихорадочное бегство было лишь первой стадией той тяжелой манией преследования, которую ученые со склонностью к психиатрии усматривают его чудовищной тяги к перемене мест. Сведения об этом первом путешествии показывают Гоголя во всей его красе. Он пользуется своим даром воображения для путанного и ненужного обмана. Об этом говорят письма к матери, где рассказано о его отъезде и странствиях. Пожалуй, тут уместно хоть коротко сказать о его матери, хотя, откровенно говоря, меня мутит, когда я читаю литературные биографии, где матери ловко домысленны из писаний своих сыновей, а потом неизменно оказывают влияние на своих замечательных отпрысков. Считалось, что эта нелепая, истеричная и суеверная, сверхподозрительная и все же чем-то привлекательная Мария Гоголь внушила сыну боязнь ада, которая терзала его всю жизнь. Но, пожалуй, вернее сказать, что они с сыном просто схожи по темпераменту, и нелепая провинциальная дама, которая раздражала своих друзей утверждением, что паровозы, пароходы и прочие новшества изобретены ее сыном Николаем, а самого сына приводила в неистовство, деликатно намекая, что он сочинитель каждого только что прочитанного ею пошленького романчика, кажется нам, читателям Гоголя, просто детищем его воображения. Он так ясно осознавал, какой у нее дурной литературный вкус и так негодовал на то, что она преувеличивает его творческие возможности, что, став писателем, никогда не посвящал ее в свои литературные замыслы, хотя в прошлом просил у нее сведения об украинских обычаях и именах. Он редко с ней виделся в те годы, когда мужал его гений. В его письмах неприятно сквозило холодное презрение к ее умственным способностям, доверчивости, неумению вести хозяйство в имении, хотя в угоду самодовольному полурелигиозному укладу он постоянно подчеркивал свою сыновнюю преданность и покорность, во всяком случае, пока был молод, обрекая это в наредко сентиментальные и высокопарные выражения. Читать переписку Гоголя унылое занятие, но вот это письмо, наверное, исключение. Ему надо было объяснить матери свой внезапный отъезд, и он выбрал для этого повод, который мог прийтись по душе ее романтической натуре. Дорогая маменька, не знаю, какие чувства будут волновать вас при чтении моего письма, но знаю только то, что вы не будете покойны. Говоря откровенно, кажется, еще ни одного вполне истинного утешения я не доставил вам. Простите, редкая и великодушная мать еще доселе недостойному вас сыну. Теперь, собираясь силами писать к вам, не могу понять, от чего перо дрожит в моей руке, мысли тучами налегают одна на другую, не давая одна другой места, и непонятная сила нудит и вместе отталкивает их из лица пред вами и высказать всю глубину истерзанной души. Я чувствую налегшую на меня справедливым наказанием тяжкую десницу всемогущего, но, как ужасно это наказание, я хотел было противиться этим вечно неумолкаемым желаниям души, которые один Бог вдвинул в меня, притворил меня в жажду ненасыкимую бездейственную рассеянностью света. Он указал мне путь в землю чуждую, чтобы там воспитать свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, чтобы я сам по скользким ступеням поднялся на высшую, откуда бы был в состоянии рассеивать благо и работать на пользу мира. И я осмелился откинуть эти божественные помыслы и присмыкаться в столице здешней между всеми служащими и сдерживающими жизнь так бесплодно, присмыкаться другое дело там, где каждая минута жизни не утрачивается даром, где каждая минута богатый запас опытов и знаний. Но изжить там век, где не представляется совершенно впереди ничего, где все лета, проведенные в ничтожных занятиях, будут тяжким упреком звучать в душе это убивственно. Что за счастье дослужить 50 лет до какого-нибудь статского советника, пользоваться жалованием, едва ставящим себя, содержать прилично и не иметь силы принести на копейку добра человечеству. Смешны мне очень здешние молодые люди. Они беспрестанно кричат, что они служат совершенно не для чинов и не для того, чтобы выслужиться. Спросите же у них, для чего они служат. Они не будут сами в состоянии сказать. Так, для того, чтобы не сидеть дома, не бить баклуш. Еще глупее те, которые оставляют отдаленные провинции, где имеют поместья, где могли бы быть хорошими хозяинами, принести несравненно больше пользы или, если уже дворянину непременно нужно послужить, служили бы в своих провинциях. Так нет, надо потаскаться в Петербург, где мало того, что ничего не получат, но сколько еще перетаскают денег из дому, которые здесь истребляют неприметно в ужасном количестве. Несмотря на это все, я решился. В угодность вам больше служить здесь во что бы то ни стало, но Богу не было этого угодно. Везде совершенно я встречал одни неудачи, и что всего стране, там, где их вовсе нельзя было ожидать. Люди, совершенно неспособные, без всякой протекции, легко получали то, чего я с помощью своих покровителей не мог достигнуть. Неявно ли был здесь надо мной промысел Божий, неявно ли он наказывал меня этими всеми неудачами в намерении обратить на путь истинный. Что ж, я и тут упорствовал, ожидал целый месяц и не получу ли чего. Наконец, какое ужасное наказание. Ядовитие и жесточие его для меня ничего не было в мире. Я не могу и не в силах написать. Дорожайшая маменька, я знаю, вы одни истинный друг мне, но верите ли и теперь, когда мысли мои уже не тем заняты и теперь при напоминании невыразимая тоска врезывается в сердце. Одним вам я только могу сказать. Вы знаете, что я был одарен твердостью даже редко в молодом человеке. Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости, но я видел ее. Нет, не назову ее, она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы назвал ее ангелом, но это выражение низкое, не кстати для нее. Ангел, существо, не имеющее ни добродетели, ни пороков, не имеющее характера, потому что не человек и живущее мыслями в одном небе. Но нет, болтаю пустяки и не могу ее выразить. Это божество, но облеченное слегка в человеческие страсти, лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение впечатлеется в сердце, глаза, которого быстро пронзают душу, но их сияние, жгущего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков. Если бы вы посмотрели на меня тогда, правда, я умел скрывать себя ото всех, но укрылся ли от себя? Адская тоска с возможными муками кипела в моей груди. Какое жестокое состояние. Мне кажется, если бы грешником был уготован ад, то он не был бы так мучителен. Нет, это была не любовь. Я, по крайней мере, не слыхал подобной любви. В порыве бешенства и ужаснейших душевных терзаний я жаждал, я кипел упиться одним только взглядом, только одного взгляда, алкал я, взглянуть на нее еще раз. Вот бывало одно единственное желание, возраставшее сильнее и сильнее с невразимой едкостью тоски. С ужасом осмотрелся и разглядел я свое ужасное состояние. Все совершенно в мире было для меня тогда чуждо, жизнь и смерть равны несносны, и душа не могла дать отчета в своих явлениях. Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хотя тень покоя в свою истерзанную душу. В умилении я признал невидимую десницу, пекущуюся о мне и благословил так дивно назначаемый мне путь. Нет, это существо, которое он послал лишить меня покоя, расстроить шатко созданный мой мир, это была не женщина. Если бы она была женщина, она бы всей силой своих очарований не могла произвести таких ужасных и невразимых впечатлений. Это было божество, им созданное, часть его самого, но ради Бога не спрашивайте ее имени, она слишком высока. И так я решился, но к чему и как приступить? Выезд за границу так труден, хлопот так много, но лишь только я принесся все, к моему удивлению пошло как нельзя лучше, я даже легко получил пропуск. Одна остановка была наконец за деньгами. Здесь уже было, я совсем отчаялся. Но вдруг получаю следуемое в опекунский совет. Я сейчас отправился туда и узнал, сколько они могут нам дать просрочки на уплату процентов. Узнал, что просрочка длится на 4 месяца после сроку, сплатаю по 5 рублев от 1000 в каждый месяц штраф. Стало быть, до самого ноября месяца буду ждать. Поступок решительный и безрассудный, но что же мне было делать? Все деньги, следуемые в опекунский, оставил я себе и теперь могу решительно сказать, больше от вас не потребую. Одни труды мои и собственное прилижание будут награждать меня. Что ж касается того, как вознаградить эту сумму, как внести ее сполна, вы имеете полное право данную, прилагаемую мною при всем доверенностью, продать следуемое мне имение, часть или все, заложить его, подарить и прочее. Во всем оно теперь зависит только от вас. Я хотел было совершить купчую или дарственную запись, но нужно было мне платить за одну бумагу 300 рублей. Впрочем, вы и посредством доверенности будете владеть, как законный и полный владелец. Не огорчайтесь, добрая и несравненная маменька. Этот перелом для меня необходим. Это училище непременно меня образует. Я имею дурной характер, испорченный и избалованный нрав. В этом признаюсь я от чистого сердца. Лень и безжизненное для меня здесь пребывание непременно упрочили бы мне их навек. Нет, мне не нужно переделывать себя, переродиться, оживить новую жизнь, расцветь силой души в вечном труде и деятельности. И если я не могу быть счастлив, нет, я никогда не буду счастлив для себя. Это божественное существо вырвало покой из моей груди и удалилось. Если я не могу быть счастлив, по крайней мере всю жизнь посвящу для счастья и блага себе подобных. Но не ужасайтесь разлуки. Я недалеко поеду. Путь мой теперь лежит в Любик. Это большой приморский город Германии, известный торговыми своими сношениями всему миру. Расстояние от Петербурга на четыре дня езды. Я еду на пароходе, поэтому времени не употреблю еще меньше. Письма ваши только четырьмя днями будут позже доходить ко мне. Покуда это письмо дойдет до вас, я успею написать к вам уже из Любика и известить о своем адресе. А до того, если хотите писать мне, можете адресовать в Санкт-Петербург на имя его благородия Николая Яковлевича Прокоповича в дом Яхима на Большой Мещанской. Что же касается до свидания нашего, то не менее как через два или три года я могу быть в Васильевке. Не забудьте прислать пашпорт то есть плакатный билет, ему нельзя жить без места, все же адресуя на имя Прокоповича. Теперь припадаю к страшным стопам Всевышнего с прошением и мольбою да сохранит драгоценные и священные для нас годы жизни Вашей, да ответит от Вас всем наносящие Вам горечь и неудовольствие и да исполнит меня силой истинно заслужить Ваше материнское благословение. Ваш преданнейший сын, любящий Вас более всего, Николай Гоголь Яновский. Принося чувствительнейшую и невыразимую благодарность за Ваши драгоценные известия о малороссиянах, прошу Вас убедительно не оставлять и впредь таковыми письмами. Тиши уединения, я готовлю запас, которого, порядочно не обработавши, не гущу в свет. Я не люблю спешить, а тем более занимать поверхностно. Прошу также добрая и несравненная маменька ставить как можно четче имена собственные и вообще разные малороссийские проименования. Сочинение мое, если когда выйдет, будет на иностранном языке, и тем более мне нужна точность, чтобы не исказить неправильными именованиями существенного имени нации. Извините, что и теперь не оставляю беспокоить вас подобными просьбами, но, зная, с каким удовольствием вы внимаете им, беру на себя эту смелость. Взамену опишу вам быт и занятия добрых немцев, дух новизны, странности, прелести еще доселе мною невиданного и все, что произведет сильное впечатление. Благодарю также чувствительно почтеннейшего Саву Кирилловича. Прошу его также присылать приписочки в ваше письмо. Деньги вы можете адресовать прямо в опекунский совет императорского воспитательского дома. Можно просрочить по самый ноябрь, но лучше, если бы они получили в половине или начале октября. И не забудьте, с тысячи по пяти рублей в месяц штрафу. Прошу вас покорнейше также, если случатся деньги когда-нибудь, выслать Данилевскому сто. Я у него взял шубу на дорогу, а также несколько белья, чтобы ни в чем не нуждаться. Адрес его школу гвардейских подпрапорщиков у Синего мосту. Целую тысячу раз милых сестриц моих, Аненьку и Лизу. Ради Бога прилагайте возможное попечение о воспитании Анники. Старайтесь едать, отразуметь языки и все полезное. Я предрекаю вам, что это удивительное дитя будет гений, какого не видывали. Я привел чьи разноцветные нити будут потом вплетены в последующие высказывания Гоголя. Прежде всего, какой бы ни была его любовная жизнь, насколько известно, в зрелые годы он высказывал полное равнодушие к женскому полу. Ясно, что намеки на возвышенное создание, на языческую богиню по странной прихоти, созданную христианским богом, образчик витиеватого и бессовестного вымысла. Не говоря уж о том, что ближайшие друзья категорически утверждали, будто ничего даже отдаленно напоминавшего романтическую драму молодой Гоголь никогда не переживал. Стиль этой части письма до смешного противоречит его прозаическому целому. Скобка в одном из абзацев подчеркивает ее чужеродную природу. И автора можно заподозрить в том, что он просто переписал кусок из какой-то повестушки, которую сочинял в подражании сладкоречивой билетристики своего времени. Пассаж относительно бесплодности и даже греховности усилий стать городским чиновником бумагом арака и вместо того, чтобы возделывать землю, данную самим богом русским помещикам, предвосхищает идеи, которые Гоголь развил в своих выбранных местах из переписки с друзьями. И то, что он сам только-только и мечтал как-нибудь разделаться с этой землей, еще больше усугубляет несуразность его письма. Призыв к проведению или, вернее, странная склонность, разделяемая его матерью, объяснять божьим промыслом любой свой каприз или случайное событие, в которых лишь он или она ощущает дух святости, также очень характерны и показывают, какой насыщенной творческой фантазией была религиозность Гоголя, и как мало он замечал столь страшившего его дьявола, когда тот подталкивал его руку со строчившим без устали пером. Мы читаем, как, обсудив с позицией проведения порочную действительность русского бюрократизма, он тут же прибегает к этому же проведению, чтобы оно подтвердило его собственную выдумку. Понимая, что отвращение к конторской работе не покажется матери уведительным доводом, и она, как всякая провинциальная дама той поры уважает калежского асессора меньше, чем калежского советника, звания в китайской иерархии тогдашней России, он выдумал более романтическое объяснение своего бегства и намекнул, намека этого его мать не поняла, что предмет его страсти девица высокородная, быть может, даже дочь действительного статского советника. Та часть письма, которая порождена не одной лишь фантазией, также типична для Гоголя. Спокойно доложив матери, что он взял деньги, которые ему не принадлежали или, во всяком случае, не предназначались для его личных нужд и предложив ей взамен имущества, которым, как он знал, она никогда не воспользуется, Гоголь торжественно клянется, что больше не попросит у него ни копейки, а потом, как бы, между прочим, выпрашивает еще сто рублей. В переходе от божественного к большому торговому городу уже есть то снижение, которым он артистически пользовался в позднейших своих произведениях. Быть может, самое интересное в этом письме довод, к которому Гоголь будет судорожно прибегать на каждом решающем этапе своей литературной жизни, для того, чтобы в тиши одиночества совершить нечто важное для блага себе подобных, которых в реальной жизни он так чуждался. Ему необходима обстановка чужой страны. Любой чужой страны. 13 августа 1829 года, одетый в свой лучший синий сюртук с медными пуговицами, он высадился в Любике и сразу же написал еще одно письмо к матери, где привел новое с иголочки и столь же выдуманное объяснение своего отъезда из Петербурга. Я, кажется, забыл объявить вам главные причины, заставившие меня именно ехать в Любик. Во все почти время весны и лета в Петербурге я был болен. Теперь, хотя и здоров, но у меня высыпала по всему лицу и рукам большая сыпь. Доктора сказали, что это следствие золотухи, что у меня кровь крепко испорчена, что мне нужно было принимать кровоочистительный декокт и присудили пользоваться водами в Травимунде, в небольшом городке в восемнадцати верстах от Любика. Он, как видно, совершенно забыл о своей прежней романтической выдумке, но, к несчастью, ее не забыла мать. Сопоставив таинственную страсть и столь же таинственную сыпь, почтенная дама сделала поспешный вывод, что сын ее связался с дорогой кокоткой и схватил венерическую болезнь. Получив ее ответ на свои два письма, Гоголь пришел в ужас. Он еще не раз в своей жизни получит неожиданную отповедь, затратив немало усилий, фантазии и красноречия, чтобы создать ложное представление у своих адресатов касательно какого-нибудь своего желания или намерения. Его затея не увенчалась успехом, и вместо того, чтобы очередную выдумку признали или хотя бы подвергли критике в ее же пределах и в том же ключе, наградой ему будет гневный окрик и негодование. Чем больше пафоса он вложит, чем торжественнее возьмет тон, тем глубже будут его чувства или, по крайней мере, те чувства, которые он выразит самым набожным и раздражающим слогом, и сильнее неожиданнее будет полученный отпор. Он распустит все свои паруса на крепчайшем ветру и вдруг заскрипит килем по каменистому дну чудовищного непонимания. Его ответ на письмо матери, превратно понявший ту версию, которую он так тщательно изобретал, погубило же вымысел непредвиденное сопоставление двух такого оружия, как удвоение причин для вязчей правдоплодобности. Уже предвещает то недоумение, которое он испытывает через несколько лет, узнав об отношении друзей к его взгляду на обязанности помещиков или к его намерению анонимно внести свои литературные гонорары в помощь нуждающимся студентам вместо того, чтобы платить долги не менее нуждающимся друзьям. Возмущенно опровергнув ложное истолкование своего письма, он излагает матери еще одну версию своего отъезда из Петербурга. Его биографы видят в ней намек на его душевное состояние после неудачи Ганса Гюхельгартена. Вот вам мое признание. Одни только гордые помыслы юности, проистекавшие, однако, шесть чистого источника, из одного только пламенного желания быть полезным, не будучи умеряемым и благоразумием, завлекли меня слишком далеко. Трудно сказать, как он провел те два месяца за границей, в Любике, Травимунде и Гамбурге. Один из биографов даже утверждает, будто он в то лет вовсе и не ездил за границу, оставался в Петербурге, так же, как несколько лет спустя Гоголь обманывал мать, думавшую, что ее сын все еще в Триесте, хотя он уже вернулся в Москву. В письмах Гоголь как-то странно, будто Сон описывает виды Любика. Интересно заметить, что его описание курантов на Любикском соборе, когда настанет 12 часов, большая мраморная фигура вверху бьет в колокол 12 раз. Двери с шумом отворяются вверху, из них выходит стройно один за другим 12 апостолов в обыкновенный человеческий рост, поют и наклоняются каждый, когда проходят мимо извояния. Легло в основу кошмара, который мать его увидела шесть лет спустя. Несчастья, которые, как она воображала, стряслись с Николаем, перемешались у нее в сознании с фигурами на курантах, и, быть может, этот сон, пророчивший страдания сына в годы его религиозной мании, был не так уж лишен смысла. Я люблю следить за странными очертаниями теней, упавших на далекие жизни, и много бы дал, чтобы узнать фамилию и род занятий того безымянного американца, гражданина из американских штатов, как выразился Гоголь, который вместе со швейцарской читой, англичанином и индусом, в году матери, превращенным в индейского набоба, обедал в Любикской харчевне, где молодой, длиноносый московитянин в мрачном молчании поглощал свою еду. Нам часто снятся ничего не значащие люди, случайный спутник или какая-нибудь личность, встреченная много лет назад. Можно вообразить, как ушедший на покой бостонский делец рассказывает в 875 году жене, что ему ночью снилось, будто он с молодым русским или поляком, которого в давние годы встретил в Германии, покупает в антикварной лавке часы и весы. Гоголь также внезапно вернулся в Петербург, как оттуда уехал. В его перелетах с места на место всегда было что-то от тени или от летучей мыши, ведь только тень Гоголя жила подлинной жизнью, жизнью его книг, а в них он был гениальным актером. Стал бы он хорошим актером в прямом смысле этого слова. От ненавости к канцелярской работе он подумывал пойти на сцену, но испугался экзамена или провалился на нем. Это было его последней попыткой уклониться от государственной службы, потому что в конце 1829 года мы находим его на должности чиновника, но в основном его деятельность на этом поприще заключалась в переходе из одного преступственного места в другое. В начале 1830 года он напечатал рассказ, который позднее вошел в первый том его украинских повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». В то же время в «Северных цветах» появились главы из исторического романа, слава богу, так и не оконченного. Журнал редактировал Дельвик, поэт антологического склада, склонный к классическому холоду гигзометра. Главы исторического романа подписаны четырьмя нулями. Четверка нулей, как говорят, произошла от четырех О в имени Николая Гоголь-Яновский. Выбор пустоты, да еще и умноженный в четверо, чтобы скрыть свое «я», очень характерен для Гоголя. В одном из своих многочисленных посланий к матери он так описывает свой день. В девять часов утра отправляюсь я каждый день в свою должность и пробываю там до трех часов. В половине четвертого я обедаю, после обеда в пять часов отправляюсь в класс в Академию художеств, где занимаюсь живописью, которую я никак не в состоянии оставить. Он пишет далее, что ему и приятно и полезно общение с более или менее знаменитыми художниками. Я не могу не восхищаться их характером и обращением, что это за люди, узнавшие их, нельзя отвязаться от них навеки, какая скромность при величайшем таланте. В классе, который посещаю я три раза в неделю, просиживаю два часа. В семь часов прихожу домой и иду к какому-нибудь из своих знакомых на вечер, которых у меня таки немало. Верите ли, что одних однокорытников моих изнежено до двадцати пяти человек? С девяти часов вечера я начинаю свою прогулку. В одиннадцать часов вечера гуляние прекращается и я возвращаюсь домой. Пью чай, если нигде не пил. Иногда прихожу домой часов в двенадцати в час и в это время еще можно видеть толпу гуляющих. Ночей, как вам известно, здесь нет. Все светло и ясно, как днем, только что нет солнца. Дельвик рекомендовал молодого Гоголя поэту Жуковскому, а тот литературному критику и университетскому профессору Плетневу, который памятен главным образом тем, что Пушкин просветил ему Евгения Онегина. Плетнев и особенно Жуковский стали близкими друзьями Гоголя. В мягком, набожном, медоточивом Жуковском ему встретился тот духовный темперамент, который можно счесть пародии на его собственный, если оставить в стороне яростную почти средневековую страсть, какую Гоголь вкладывал в свою метафизику. Жуковский был поразительным переводчиком, и в переводах из Церлица и Шиллера превзошел подлинники. Один из величайших второстепенных поэтов на свете, он прожил жизнь чем-то вроде созданного им самим золотого века, где проведение правила послушно воскурял его медоточивые стихи и молоко сердечных чувств, которое в нем никогда не прокисало. Все это отвечало представлениям Гоголя о чисто русской душе. Его не только не смущали, но наоборот даже внушали приятное возвышенное ощущение сродства излюбленной идеи Жуковского о совершенствовании мира, такие, к примеру, как замена смертной казни религиозным таинствам, при котором вешать будут в закрытом помещении вроде церкви под торжественное пение псалмов, невидимое для колено преклоненной толпы, но на слух прекрасно и вдохновенно. Одним из доводов, которые Жуковский приводил в защиту этого необычайного ритуала, было то, что отгороженное место, завесы и звонкие голоса священнослужителей и хора не позволят осужденным куражиться при зрителях, греховно щеголять своей развязностью или отвагой перед лицом смерти. При помощи Плетнева Гоголь получил возможность сменить поденщину государственной службы на поденщину педагогическую, с чего и началась его незадачливая учительская карьера в качестве преподавателя истории в Институте благородных девиц. И через того же Плетнева на приеме, устроенном ему в мае 1831 года, Гоголь познакомился с Пушкиным. Пушкин только что женился. И вместо того, чтобы запереть супругу в самый темный чулан дальнего поместья, как ему и полагалось бы, зная он, что выйдет из этих дурацких придворных балов и их шаня с подлецами придворными, под присмотром равнодушного распутанного царя, невежды и негодяя, чье царствование все целиком не стоило из страницы пушкинских стихов. Привез ее из Москвы в столицу. День его был в полном рассвете, но русский поэтический ренессанс уже скончился. Литературные угодья захватили стаи шарлатанов и колченогие философы, идеалисты немецкого пошиба, первые ласточки гражданственной литературной критики, которая в конце концов выродилась в беспомощной писании разного толка народников, были единодушны в оценке величайшего поэта своей эпохи, а может и всех времен за исключением Шекспира, как пыльного пережитка ушедшего поколения или как представителя литературной аристократии. Не знаю, что они хотели этим сказать. Серьезные читатели жаждали фактов, подлинности чувств, интереса к человеку, точно так же, как и эти бедняги жаждут их теперь. «Сейчас прочел вечера близ диканьки», писал Пушкин другу. «Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искреннее, непринужденное, безжиманство, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность. Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, сообщил об этом Пушкину сам Гоголь, и весьма вероятно, что сам же это выдумал, что когда издатель вошел в типографию, где и печатались вечера, то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукой». Фактор объяснил их веселостью, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая книгу. Мольер и Фельдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселой книгой. Похвала Пушкина, мне кажется, несколько преувеличенной. Но нельзя забывать, что почти ничего поистине стоящего, кроме прозы самого Пушкина, в ту пору не публиковалось из русской художественной литературы. По сравнению с дешевыми подражаниями английским и французским романом 18 века, которые покладистый читатель жадно глотал из-за отсутствия настоящей духовной пищи, вечера Гоголя, конечно, были откровением. Их прелесть и юмор с тех пор разительно поблекли. Странное дело, но именно благодаря вечерам и первому, и второму томам за Гоголем укрепилась слава юмориста. Когда мне кто-нибудь говорит, что Гоголь юморист, я сразу понимаю, что человек этот не слишком разбирается в литературе. Если бы Пушкин дожил до шинели и мертвых душ, он бы несомненно понял, что Гоголь нечто большее, чем поставщик настоящей веселости. Недаром ходит легенда, кажется, тоже придуманная Гоголем, что когда незадолго до смерти Пушкина он прочел ему набросок первой главы «Мертвых душ», тот воскликнул «Боже, как грустна наша Россия». Немало скороспелых похвал порождено было местным колоритом, а местный колорит быстро выцветает. Я никогда не разделял мнение тех, кому нравятся книги только за то, что они написаны на диалекте, или за то, что действия в них происходят в экзотических странах. Клоун в одежде расшитой блесками мне не так смешон, как тот, что выходит в полосатых брюках гробовщика и манишки. На мой вкус нет ничего скучнее и тошнотворнее романтического фольклора или потешных баек про лесорубов, йоркширцев, французских крестьян или украинских парубков. И поэтому два тома вечеров, так же, как и два тома повестей о заглавленных Миргород, куда вошли Ви, Тарас Бульба, старосветские помещики и так далее, появившиеся в 1835 году, оставляют меня равнодушным. Однако, именно этими произведениями и юношеским опытом псевдо-юмориста Гоголя русские учителя забивали головы своих учеников. Подлинный Гоголь смутно проглядывает в арабесках, включающих Невский проспект, записки сумасшедшего и портрет, и раскрывается полностью в ревизоре шинели и мертвых душах. В период создания Диканьки и Тараса Бульбы Гоголь стоял на краю опаснейшей пропасти, и как он был прав, когда в зрелые годы отмахивался от этих искусственных творений своей юности. Он чуть было не стал автором украинских фольклорных повестей и красочных романтических историй. Надо поблагодарить судьбу и жажду писателя обрести мировую славу за то, что он не обратился к украинским диалектизмам как средству выражения, ибо тогда бы он пропал. Когда я хочу, чтобы мне приснился настоящий кошмар, я представляю себе Гоголя, острочащего на малороссийском том за томом Диканьки и Миргороды, о призраках, которые бродят по берегу Днепра, в одевильных евреях и лихих казаках, лет через 25 я заставил себя перечесть вечера и остался к ним так же холоден, как в те дни, когда мой учитель не мог понять, почему от страшной мести у меня не ползут по спине мурашки, а от шпоньки и его тетушки я не покатываюсь со смеху. Но теперь я вижу, как там и сям сквозь оперную романтику и старомодный фарс Гоголя и что было неведомо и непонятно читателям 30-х годов 19-го века, критикам 60-х и учителям моей юности. Возьмите, к примеру, сон Ивана Шпоньки, слабовольного никчемного украинского помещика, которого властная самодурка-тетка пыталась силой женить на белокурой дочке соседа. То представлялось ему, что он же женат, что все в домике их так чудно, так странно. В его комнате стоит вместо одинокой двойная кровать, на стуле сидит жена. Ему странно он, не знает, что говорить с нею и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену. Тема удвоения кровати развивается по логике сна. Тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону стоит третья жена. Назад еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад. Но в саду жарко. Он снял шляпу, видит и в шляпе сидит жена. Сон как фокус размножения предметов. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком и в кармане жена. Вынул из уха хлопчатую бумагу и там сидит жена. То вдруг он прыгал на одной ноге, а тетушка, глядя на него, говорила с важным видом, да ты должен прыгать, потому что теперь ты уже женатый человек. Он к ней, но тетушка уже не тетушка, а колокольня. И чувствует, что его кто-то тащит веревкой на колокольню. Тут бы фрейдисты навострили уши. «Кто это меня тащит?» жалобно проговорил Иван Федорович. «Это я, твоя жена. Тащу тебя, потому что ты колокол». «Нет, я не колокол, я Иван Федорович», кричал он. «Да, ты колокол», говорил, проходя мимо, полковник пехотного полка. То вдруг снилось ему, что жена вовсе не человек, а какая-то шерстяная материя, что он в Могилеве приходит в лавку к купцу. «Какой прикажете материи?» говорит купец. «Вы возьмите жены, это самая модная материя, очень добротная. Из нее теперь все себе шьют сюртуки». Купец меряет и режет жену. Иван Федорович берет подмышку, идет к жиду, портному. «Нет, — говорит жид, — это дурная материя, из нее никто не шьет себе сюртука». В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович, а холодный пот лился у него градом. Как только встал он поутру, тотчас обратился к гадательной книге, в конце которой один добродетельный книгопродавец по своей редкой доброте и бескорыстию поместил сокращенность на толкователь. Но там совершенно не было ничего, даже хотя немного похожего на такой бессвязный сон. И тут, в конце довольно посредственного рассказа, мы находим первое предвестие тех фантастических ритмов, которые позднее стали конвой шинели. Надеюсь, читатель заметил, что самое невероятное в приведенном выше отрывке это ни колокольный и ни колокол, ни множество жен, а небрежно брошенная фраза о добром и человеколюбилом книготорговце.